когда мы приходим в магазин или когда мы обсуждаем парфюмерные какие-то вещи нам кажется что великое разнообразие продуктов вокруг нас хаотично и не поддается никакой классификации на самом деле это не совсем верное ощущение потому что все вот это вот великолепие разнообразие окружающие нас на самом деле можно разбить на 6 семейств и в парфюмерии мы практически любой аромат когда пронюхиваем с коллегами то мы его относим к тому или иному семейству что значит семейство и и и что это вообще такое и как они называются как мы уже говорили раньше каждая парфюмерная композиция представляет из себя некую пирамиду в которой сочетаются верхние средние и нижние ноты и в зависимости от того что именно из сырья мы используем в каждом в каждой из таких пирамид мы находим сходство между казалось бы разными ароматами например самое легкое направление самое легкое семейство это колонь или оде колонь его называют как пример из ассортимента мэри кей это велосити фуме это может быть как мужское так и женское семейство потому что есть женщины которые очень любят цитрусовые легкие прозрачные ароматы и не гонятся за какой-то шлейфовостью и долгоиграемостью исторический колон использовался например в странах средиземноморья когда надо было в летнюю жару немножечко себя охладить то есть это цитрусовые легкие прозрачные ароматы в мужских очень часто эта тематика используется когда мы говорим про спорт до что-нибудь имени спорта очень часто при этом используется много цитрусовых нот и это можно отнести к цитрусовым ароматам и еще одна схема которая абсолютно женская это схема цветочная все что когда мы пронюхиваем создает у нас ощущение цветочного букета пусть даже и с некоторыми там допустим тропическими нотами фруктов или там красных ягод но в основном это все-таки цветочный букет как например у мэри кей это можно сказать классическая схема это аромат джонни вот это вот все мы относим к категории цветочных схем и если мы например джонни добавим немножко смородины и яблока то у нас появится иншантед виш то есть вот такая вот игра парфюмеров с отдельными нотами позволяет им разнообразить казалось бы всего лишь пять семейства какое разнообразие ароматов еще одно семейство называется фужер что такое фужер на самом деле это цветок папоротника если бы папоротник хоть раз в жизни цвеол это абсолютно фантазийная тематика которая появилась еще в начале двадцатого века один из парфюмеров создал эту композицию как своего рода так скажем универсальный мужской аромат и до сих пор все практически мужские ароматы они относятся либо к категории фужер либо к категории вот колонь но тогда это очень легкий прозрачный цитрусовый аромат и буквально несколько лет тому назад стали выделять еще одно направление это древесное семейство просто потому что тоже появилась мода и появилось очень много такого рода ароматов но основная масса мужской парфюмерии относится как раз к направлению фужер что очень важно это то что когда мы говорим что же обязательно должно быть в этом аромате там должны обязательно присутствовать лаванда бергамот верхних нотах и обязательно должно присутствовать ветивер дубовый мох и кумарин в нижних нотах вот это достаточно проблематично может быть на и на как бы представить но в ассортименте мэри кей вы можете взять один из ароматов например cityscape или high intensity sport и эти два аромата они очень хорошие представители вот этого семейства фужер следующее еще одно направление которое у нас есть и которые тоже достаточно сложно объяснить это шипр для многих из нас вообще шипр сразу ассоциируется с одеколоном шипр который производился еще во времена советского союза и был мужским ароматом так вот дело все в том что в нормальной парфюмерии шипр это женский аромат и практически все ароматы шанель это является как раз примерами шипров в ассортименте у мэри кей тоже есть несколько примеров шипров например один из можно сказать самых классических вариантов является аромат и лич а более современное прочтение это dream fearless lee и love fearless что очень важно для шипра обязательно присутствие бергамот и апельсина верхних нотах и внизу у нас обязательно должен быть пачули и дубовый мох и вот это вот композиция она является сейчас одной из таких очень классических с одной стороны потому что существует достаточно давно и с другой стороны она постоянно по-новому прочитывается поэтому вот даже в ассортименте у мэри кей по большому счету мы можем найти даже и больше примеров шипра поскольку поскольку вот как я говорю сейчас достаточно модное направление шипра но очень любимые потребителями и поэтому постоянно парфюмеры работают добавляют какие-то новые ноты туда